здравствуйте друзья мы все время в последние полгода год мы поднимаем тему роста стоимости жилья и на покупку и на рент и вот сегодня так неожиданно вбрасывание поэтому по этой тематике произошло но может быть она вчера произошла почта вчера пришла а сегодня мы стали ее разбирать с утречка и там ну такой как сказать флайер такой прислан нам некой ассоциации домовладельцев там очень такой и они сообщают что когда состоятся выборы а это 8 ноября там на самом деле система так устроена что когда люди на выборы приходят то голосуется сразу много всякого помимо выборов президента там будут выбирать значит конгрессмена в палату представителей каждые два года избирают там будут где-то избирать еще и сенаторы там будут выборы какие-то может быть на уровне штата калифорния на уровне каунти санта-клара где мы проживаем и в частности на уровне того или иного города вот у нас там какие то есть предложения они вносятся на референдум как бы да там из города сани вэл где мы живем а в данном случае нам написали что в городе маунтин вью в городе маунтин вью восьмого числа вместе со всеми другими там выборами будут голосовать за такое предложение ввести в городе маунтин вью то что называется rent control rent control это довольно жесткая штука которая говорит что владелец жилья не может повышать цену на это жилье вы выше чем вот некий процент который специальная комиссия назначает то есть город город но сан-франциско например там rent control действующий значит город назначает комиссию комиссия определяет какая территория подлежит rent control какая не подлежит какие застройки постройки подлежат rent control которые какие не подлежат они каждый год публикуют процент на который разрешается поднять значит стоимости жилья вот например в сан-франциско но опять я последних там не помню а вот свое время например там было так что ты можешь поднять стоимость на 15 процентов если ты делал так серьезный ремонт есть какие-то критерии для серьезности ремонт если ты делал ремонт и жильцы должны были выехать студии обязан обязан им первым предложить вернуться вот тут и не обязаны где-то там держать это время но во всяком случае ты должен предложить вернуться они могут согласиться или не согласиться в таком городе как сан-франциско есть целая арава адвокатов которые специализируются на сутяжничестве по вопросам rent control там очень много тонкости у нас например я вам расскажу женщина есть знакомая она в сан-франциско сдавала дом сдавала она его долго лет может быть 15 и эти 15 лет там все и все это время жила одна и та же семья и в известном смысле можно сказать что эта семья оплатила ей там выплатил ей половину там моргиджа за этот дом вот если нас интересует классовая пролетарская сторона то можно сказать что вообще это их дома не ее но это мы так условно так но они так себя и чувствовали на самом деле так дальше что произошло женщина решила дом продать и надо было бы выставить на маркет а здесь такая манера есть для того чтобы сгенерить для того чтобы сгенерить много офферов на покупку они занижают цену вот так 1000 на 200 на 300 могут на полмиллиона занятия ну смотря сколько стоит вот и ну допустим на 30 процентов могут занять и они значит ждут что в темную дальше начинается игра в темную есть много людей которые уже замучились офферы давать они начинают давать больше и так далее вот и они решили сыграть в эту игру то есть им риэл эстейтный агент который продавал их дом он им так предложил сделать они это сделали и значит занизили тысяч на 300 от рыночной цены и как только они этот дом выставили на продажу на следующий день им приходит кофе от их собственных жильцов вот на эту самую сумму и дальше выясняется юридическая сторона этого дела значит юридическая сторона такова что если люди прожили у тебя в доме больше десяти лет я я могу ошибаться в тонкостях но так вот прожили 10 лет и больше и они тебе предлагают то что называется asking price то есть вот ту цену за которую ты выставил то ты обязан им отдать если они тебе предложили меньше чем asking price ты не обязан но если тебе ты сказал вот столько и тебе дали вот столько значит ты уже обязан и они забрали у них этот дом на 300 тысяч дешевле чем было было его рыночная цена то есть если бы они хотели просто деньги взять они могли тут же его продать через неделю и забрать там 300 тысяч карман положить такая вот интересно это все тонкости вот этого rent control что обычно происходит там где rent control значит поскольку цену можно поднимать только там на проценте к два может быть в год создаются громадные территории на которых живут люди платящие и и вдвое и втрое ниже чем рыночная цена ну вот я вам пример приведу скажем городе маунтин вью о котором идет речь четыре года назад квартира ван бедрум стоила ну скажем тысячу там 200 долларов вот та же самая квартира сегодня стоит уже 2 200 а то и 2 300 а то и 2 400 значит человек который в условиях rent control снял бы эту квартиру 4 года назад он бы сегодня платил ну уже может быть не 1200 а может быть он сегодня платил уже там 1300 или там 1280 вот такого плана ну ну пусть будет 1300 а они издают за 2 300 ну и конечно для человека который живет и которому каждый год там по 200 по 300 по 400 долларов последнее время накидывают он сатане с этого делали ему это не нравится но это как бы обратная сторона рыночной экономики если ты не хочешь рыночной экономики живи при социализме мы это видели уже как как живут люди при социализме и вот да значит что происходит вкладывать деньги в ремонт в поддержание в улучшение там и так далее этой недвижимости совершенно невозможно потому что ну нет денег понимаете то есть то что ты собираешь не позволяет тебе делать это дело повышать вкладывать деньги если ты вкладываешь значит надо как-то отбивать и они потихонечку приходит в запустение потихонечку там начинают селиться люди ну такие как бы трущобного плата вот превращается территория в трущобу даже никто денег не вкладывает как бы условия жилищные улучшаются 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 вот это трущоба это все известно по рент-контрол но кто принимает решение ну вот у нас есть город вот скажем маунтин вилл спрашивается в городе маунтин вилл больше людей живут в собственном жилье или больше людей живут в съемном я вас уверяю что больше людей живут в съемном там очень много апартмент комплексов и даже если мы посмотрим на дома то часть домов сдается если мы посмотрим на кондоминиум и таунхаузы там тогда я тоже через часть этого жилья сдается значит если мы предлагаем людям проголосовать а право голоса имеют не те кто владеет а те кто проживают понятно да то есть если я проживаю в соседнем доме то я тоже имею право голоса я тоже житель маунтин вилл но если я житель там синивейла а имею недвижимость какую-то на сдачу в маунтин вилл то я уже и право голоса не имею вот ну и понятно тоже что людей которые снимают гораздо больше чем тех у которых они снимают и вот тут инициативная группа значит собралась и собирала подписи и собрала достаточно подписей для того чтобы внести это дело в референдум который состоится 8 ноября вместе со всеми остальными выборами естественно вот и мы на самом деле не знаем как пройдет голосование потому что в принципе люди которые больше всех страдают от высоких цен обычно не очень ходят на выборы в частности вот скажем мексиканцы там в маунте не безумно много мексиканцев но процентов 15 может быть населения они они просто на выборы не ходят им там не нужно вот но остальные кому-то просто пофигу на самом деле люди которые являются владельцами я я сомневаюсь что они захотят чтобы город в котором они живут превращался в трущобу тут еще интересный момент возникает который мы видим хорошо в сан-франциско на примере сан-франциско там вот тренд контрол он не тотальный по всему городу а скажем я я конкретно год не помню но то что построено там после какого-то года грубо там ну пусть будет 85 вот не подлежит ренд контрола то что построено до подлежит ну и значит соответственно люди не выезжают а куда же ты поедешь вот и платишь там 1300 за то что на рынке стоит 2 300 и куда ты поедешь вот и ты живешь в этом соответственно из-за того что люди не движутся свободного жилья которая на рынок вообще в принципе выходит и может выйти становится намного меньше да то есть если допустим в городе есть я не знаю там 100 тысяч единиц жилья которое могло бы выйти на рынок да которая сдается но из них 80 тысяч под контролом и и на рынок не выходит остается только 20000 и вот эти 20000 значит на них наваливается толпа людей которые хотели бы что-то снять приезжают вырастают израильского гнезда женятся там печь ванби и так далее им остается только два пятая часть этого рынка соответственно цена на этом рынке который остался свободным вообще в космос улетает понятно да то есть что создает rent control но это люди которые голосуют поэтому так вот интересно получается значит никаких правил как конкретно будет осуществляться rent control в городе маунтинью после того как примут если примут тоже нет вот допустим мы идем голосовать и мы голосуем за идею rent control а или за непринятие идеи rent control а как конкретно мы не знаем вот есть города например где rent control не распространяется на частное жилье а распространяется только на апартмент комплексы то есть если если человек там свой собственный дом сдает то это не там нет rent control а если это не его собственный дом то соответственно ну допустим это там какая-то организация владеет там apartment комплексом или даже частное лицо владеет apartment комплексом все равно это апартмент комплексом это как бы коммерческая такая недвижимость то есть никаких правил нет в момент голосования и дальше какие-то люди которых никто не выбирает но а чё собственно и у них мандат с революционный вот так что такие вот друзья гримасы гримасы империализма так можно строго сказать в стиле в том стиле друзья в котором мы выросли но я так точно вы там можете у вас другие гримасы у вас гримасы собственного капитализма а у нас капитализм был иностранным империалистическим преимущественно поэтому вот эти самые гримасы которые мы тут и наблюдаем но в общем я вам рассказал про рэнд контрол про город маунтенвью и вообще борьба идет на гораздо более широком фронте борьба идет на уровне законодательства на эту тему в штате в разных муниципалитетах там люди хотят например даже есть такие предложения запретить запретить владельцу жилья снимать его с рынка понимаете да вот я сдаю дом и у меня человек съехал и чтобы я не мог его держать не сдавая даже если мне это в убыток понимаете да вот мне в убыток его сдавать так они говорят нет ты все равно должен его там еще пять лет сдавать и так далее то есть какие только коммунистические бредовые вещи не приходят люди в голову и вы не писаете как много судится на эту тему в том же сан-франциско там когда тебя начинают судить то ты уже отдашь там что-нибудь я не знаю там 50 80 100 120 тысяч просто чтобы отстали от тебя просто отбиться дороже стоит вот так что даже если ты собственно ничего такого и не сделал поэтому там такие грязные акулы работают вы себе представить не может в общем такая вот история все ребят я прогресс контрол вам все рассказал что было актуально и на этом прощаюсь счастлива